Развивать сотрудничество, несмотря на санкции, это главный итог переговоров, которые Владимир Путин провел в ходе своей однодневной поездки на Опенины. Насыщенная программа, участие в Экспо, беседы с итальянскими премьером и президентом и визит в Ватикан. Его пресса сейчас обсуждает, пожалуй, активнее всего, учитывая беспрецедентное давление, которое из-за океана пытались оказать даже на Папу Римского. Репортаж Ивана Прозорова. За официальным визитом Владимира Путина в Италию мировые СМИ следили, пожалуй, не меньше, чем за прошедшим саммитом Большой Семерки. Когда одни западные лидеры пытались продемонстрировать свою жесткую позицию в отношении России, другие своими действиями давали понять, такой подход нам не нужен, от России не стоит отворачиваться. Явное тому подтверждение переговоры с деловыми партнерами в Милане. Они затянулись в Рим. Президент России прибыл с отставанием от графика, поэтому встречи здесь закончились затемно. Последние из них — беседы с итальянским президентом. В официальной резиденции к Веринарском дворце российского лидера приветствовал почетный караул. Как и положено на государственных визитах. Президент Италии Серджио Моторелло вступил в должность в феврале на 7-летний срок. Это его первая встреча с Владимиром Путиным. Сегодня у вас был очень насыщенный день. Интересно было. Начали хорошо поработать с этим правительством. Встреча с понтификом была приковано особое внимание. Папу римского Франциска называют одним из самых влиятельных людей на планете. Честь и попасть к нему на аудиенцию удостаиваются далеко не все политики. С Владимиром Путиным глава Римско-католической церкви встречался еще в ноябре 2013 года. Тон сегодняшней беседы стал понятен после традиционного обмена подарками. Владимир Путин вручил понтифику панно с изображением Храма Христа Спасителя. Также новые тома православной энциклопедии, которые пополнят коллекцию драгоценной апостольской библиотеки. В ответ глава Римско-католической церкви преподнес свой подарок. Эта медаль, которая была чеканена в прошлом веке, изображает ангела. Он защищает, приносит мир и справедливость. Здесь есть текст, в котором размышления о том, что Евангелие нам приносит свет в жизнь и радость. И там есть геополитические размышления о нас и о нашей жизни. Эти слова понтифик будто бы адресовал не только президенту России, но и тем, кто этой встречи не желал бы. На Ватикан перед встречей пытались надавить. Сперва глава украинской греко-католической церкви Святослав старался дать наставление Папе Римскому, а потом и посол США в Ватикане Кен Хакет настаивал, чтобы Франциск проявил жесткость в разговоре с Путиным. И вот реакция расистской стороны. Это такое новое, с нашей точки зрения, новое слово в мировой дипломатической практике. Безусловно, скажем так, учить Папу Римского чему-то и претендовать на то, чтобы быть вправе учить Папу Римского, это дело очень ответственное. А если серьезно, то, наверное, это выпиющий случай попытки подавлять суверенитет других стран. По-другому охарактеризовать это нельзя. Из более чем часа, проведенного в Ватикане, Владимир Путин и Франциск полчаса общались за закрытыми дверями. В Риме состоялась беседа с Папой. Она длилась больше часа. Обсуждали текущую ситуацию в мировых делах. Естественно, упомянули и про кризис на Украине. Говорили об общечеловеческих и гуманитарных ценностях, которые во многом объединяет и католический мир, и православный, и все религии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщил, что Владимир Путин остался доволен встречи с Папой Римским. Своё же впечатление от общения с российским лидером понтефик высказал в конце встречи. Господин Президент, я вас благодарю за визит. Я молюсь о вас. Спасибо вам. Большое спасибо. Большая честь. Большая честь, что вы можете сказать. Прошу вас передать светлейшему патриарху моё приветствие. Обязательно не поделывайте. После официальных же мероприятий Владимир Путин также встретился с Сильвио Берлускони. Иван Прозоров, Вадим Денисов, Валерий Севастьянов и Кирилл Зотов. Первый канал. Рим. Италия.